Боя, рост и падение – это законы спроса и предложения. Заходим вообще там издалека, просто у нас аудитория разная. Поэтому, прежде чем делать какие-то логические выкладки, проводить анализ вещей, нужно понимать, что происходит. Соответственно, первое, что нужно понимать – любая цена образуется за счет баланса спроса и предложений. То есть, если у нас большое количество желающих купить, но малое количество желающих продать, цена на товар растет. Если у нас много желающих продать и малое количество желающих купить, то есть предложение большое, а покупателей мало или их вообще нет, То в этом случае цена начинает падать. Это первая вещь, которую нужно понимать. Второе, соответственно, мы должны понимать, когда у нас становится большое количество покупателей в современной экономике, основанной на кредите. То есть мы когда покупаем, то есть если мы находимся на стороне покупателей, при этом мы можем одновременно быть и покупателями, и продавцами. То есть с одной стороны мы являемся продавцами своего рабочего времени работодателю и продаем свое время рабочее, взамен получаем деньги. С этими деньгами идем в магазин, покупаем огурцы. То есть в этом случае мы являемся покупателями, мы отдаем деньги продавцу и получаем определенный товар. И оно взаимосбалансировано. То есть мы всегда с вами в нашей жизни являемся или продавцами, или покупателями. Или что-то продаем, или что-то покупаем. И так работает непосредственно экономика. До недавнего, ну как относительно в историческом масштабе, до 14-15 века в экономике покупателями были только те люди, которые получали некую, ну деньги получали там за свой труд, охотники какие-то, да, ну то есть ремесленники, да, которые изготавливали какие-то изделия. То есть был прямой обмен. То есть деньги, которые создавались посредством прибавочной стоимости, потребительской ценности, которая создавалась, из этого появлялись деньги. И обменивались на другие товары или услуги. Но с 14-15 века начинает развиваться банковское дело, и у нас появляется такое понятие, как кредит. И кредит, в свою очередь, увеличивает покупательскую способность. То есть одно дело, вы получаете зарплату 50 тысяч рублей, и можете потратить только 50 тысяч рублей. И совсем другое дело, когда появляется банк, и банк вам говорит, слушай, у тебя зарплата 50 тысяч рублей, я тебе могу выдать кредитную карту 150 тысяч рублей. И в этом случае у вас покупательская способность, она увеличивается за счет кредита, который вам дает банк. Вы можете потратить не 50 тысяч, а 150 тысяч. Получается количество денег, которое вы можете потратить, оно увеличивается. А товаров, как производилось на 50 тысяч рублей в общей сложности, так и осталось производство. То есть когда появился кредит, количество товаров, которые могут удовлетворить возросший спрос, их мало. И что мы в этом случае получаем? Количество денег, которое может быть потрачено на покупку товара или услуги, оно увеличилось за счет прибавления кредитных денег. А количество самих товаров не выросло, и это приводит к инфляции. То есть продавец, видя, что у него есть спрос на его товары, начинает повышать цену на этот товар. Начинается и потребительская инфляция. То есть инфляция начинает расти. Когда инфляция начинает расти, соответственно, это приводит к тому, что кредитор, который выдает кредитные деньги, который выдал 150 тысяч рублей кредита, он, соответственно, начинает эти инфляционные риски закладывать в стоимость кредита. Если он выдавал там кредит условно под 5% в год, начинает разгоняться инфляция, он начинает выдавать кредит не под 5% в год, он начинает выдавать его там под, ну если инфляция 5%, под 10%. И тут покупатель, должник по кредиту говорит, слушай, под 5% я согласен брать, под 10% для меня дорого, я брать не буду, я кредитные деньги тратить не буду. И что в этом случае происходит? Переворачивание. Производитель начал производить товаров больше, потому что было больше потребления, а покупательская активность упала, потому что уменьшился располагаемый доход, люди не хотят такие дорогие деньги тратить. И это приводит к тому, что, соответственно, производитель произвел много товаров, спроса нет, цена на товар начинает падать. То есть классический кризис перепроизводства. Так это непосредственно функционирует. Почему я рассказываю об этом? По одной простой причине, потому что в экономике, основанной на кредите, рост экономики или падения определяется стоимостью денег. То есть сколько стоят деньги. Если деньги дешевые и их много, то в этом случае экономика растет. Если деньги дорогие и желающих их так дорого взять становится меньше, то в этом случае потребление падает, экономика снижается. Соответственно, от чего в современном мире зависит стоимость денег? На стоимость денег влияют две вещи. Инфляция и безработица. Потому что когда безработица, вот на графике вы видите три графика. Синим это эффективная процентная ставка, то есть ставка Центрального банка США, проще назовем, да, Федрезерва. Красным это график инфляции, зеленым это уровень безработицы. Эти графики здесь прослеживается очень четкая динамика. Когда у нас происходит падение уровня безработицы, то есть все трудоспособное население трудоустроено. Безработица ниже 5%. Все трудоустроены, все хорошо, экономика функционирует, люди активно берут кредиты, они верят в завтрашний день, в светлое будущее. И это замедление безработицы, значение уровня безработицы параллельно приводит к тому, что начинает расти инфляция. Видите, в противофазу идет. Безработица снижается, инфляция растет. Безработица увеличилась, инфляция упала. Безработица снижается, инфляция растет. И то есть вот если везде мы это посмотрим, да, каждый раз увеличение уровня безработицы приводит к падению инфляции. Соответственно, Центральный банк, Федрезерв, таргетирует вот эти два показателя, чтобы был баланс между уровнем безработицы и инфляцией. Потому что сверхвысокая инфляция тоже плохо. И если упустить инфляцию из-под контроля, то в конечном счете вы будете вынуждены повышать очень агрессивно процентные ставки, как мы видим в 80-х годах, к чему это и привело. Упустил Федрезерв этап, когда надо было повышать процентные ставки. Задержался он в своем решении по повышению процентной ставки, задержал решение буквально на полгода, год. И это привело к резкому сплеску инфляции, там с 5% до 15%. В три раза инфляция выросла. А почему этот показатель является важным? Потому что вот те опасения, которые сейчас вызывают, мы поговорим сейчас с вами об инфляции, что называется эпоха золотого века в инвестирование, которое мы наблюдали с 80-х годов, у нас было, что процентная ставка в принципе постоянно снижалась. Постоянно. То есть падение процентной ставки практически с 20% в 83-м году, до начала нулевых годов, упало практически до нуля. То есть был такой нисходящий даунтренд, и мы еще поговорим о том, к чему это привело. Но пока давайте поговорим о том, что мы наблюдаем в настоящий момент. И на что я хочу обратить ваше внимание. Что влияет на инфляцию помимо безработицы? Смотрите, на инфляцию вообще в принципе еще влияет увеличение денежной массы. То есть если у вас увеличивается количество долларов, в своей массе количественной, а количество производимых товаров остается неизбежным, это приводит к инфляции. Если помните, я помню, вот маленькие были эти самые утиные истории, Скрудж Макдак и один из мультиков там был, они попадают на какой-то необитаемый остров, и Скрудж Макдак придумывает там деньги, да, то есть крышечки от Кока-Колы становятся такими монетками. И он там отправляет этого летчика своего, он говорит, слушай, лети в Америку, на континент, и начни сбрасывать мне эти крышки, то есть чтобы у меня этих денег было много. Ну и соответственно этот начинает летать, с самолета сбрасывать вот эти вот крышечки, и если раньше там на одну крышечку меняли овцу, по-моему, одну, то потом, когда этих крышечек становится тьма, то есть там уже за несколько штук этих крышечек ничего не купишь, да, потому что они никому не нужны, их становится много. Вот принцип денежной эмиссии, увеличение денежной массы. Когда у вас увеличивается количество денег, это приводит к инфляции. Почему я про это говорю? Это показатели официальные от Федрезерва. Соответственно, денежная масса М2, агрегат с 2000 года, то есть в 2000 году этот показатель составлял 5 триллионов долларов. В настоящий момент данный показатель составляет практически 20 триллионов долларов. То есть у нас за 20 лет увеличение денежной массы в Соединенных Штатах Америки произошло практически в 4 раза, увеличилась денежная масса. При этом, если растет денежная масса сама по себе, еще важна скорость оборачиваемости денег. То есть когда эти деньги попали в экономику, то есть денежная масса увеличилась в 4 раза. Но очень важный момент, эти деньги в реальный сектор экономики не пошли. Скорость оборачиваемости денежной массы, то есть насколько быстро эти доллары обращаются в экономику, начиная с тех же самых 2000-х годов, она постепенно снижается. То есть эти деньги, они функционируют не внутри экономики, то есть не в самой экономике, в производственном секторе товаров и услуг, они начинают функционировать, они начинают обращаться в виртуальной экономике, то есть на рынке ценных бумаг. Еще раз, вот смотрите, с 2000-х годов, что происходит? С одной стороны, у нас в 4 раза увеличивается объем денежной массы, с другой стороны, у нас уменьшается практически в 2 раза скорость обращаемости денежной массы. И падает практически с 1,4 до 0,112, падает в период пандемии. Что происходит? Деньги дают, а деньги не тратят. То есть люди получили пособие по безработице в Соединенных Штатах Америки, но они их не тратят. Соответственно, скорости обращения нет. И инфляции нет. И что мы получаем как результат? Вот, посмотрите, индекс Вилшер 5000, Total Markets Full Cup Index. Что это за индекс? Это индекс капитализации всех американских компаний, которые торгуются на публичном рынке. Крупные компании, маленькие компании, вообще все. И что мы здесь видим? Если в 2000 году показатель индекса составлял 40, то к настоящему времени, начало 2021 года, этот индекс составляет 200. Ничего не напоминает? Денежная масса увеличилась в 5 раз, скорость обращения в 2 раза упала. И получается, почему это произошло? Из-за того, что эти денежные средства не функционируют в реальной экономике, то есть они не в сфере абсолютного потребления идут, а они стерилизовались фондовым рынком. То есть рынок вырос в те самые 5 раз. То есть фактически денежная масса была стерилизована фондовым рынком, который, в принципе, мы и наблюдаем. И вот здесь, на вот этих уровнях, хорошо, не на этих уровнях, вот на этих уровнях, когда индекс составлял 160, то есть когда рынок вырос в 4 раза, произошла какая-то удивительная такая маленькая коррекция, ну, в таком историческом масштабе, да, она не маленькая, она на самом деле была, она была существенная. Но вот здесь затарились крупные хедж-фонды, Баффет здесь докупился. А толпа, ребят, толпа, начали покупать вот здесь. И толкают теперь, то есть вот в росте со 180 на 200, участие хедж-фонды, институциональные инвесторы, банковские организации, которые управляют собственными деньгами, они практически не принимают участие. Они вот здесь вот разгружали физиком весь вот этот рост денежной массы. Была разгрузка. И все, что мы наблюдаем вот тут, это движение физических лиц, которые толкают рынки на новые значения, на новые уровни, на обновление максимальных значений, причем с использованием заемного капитала, причем с использованием денег, которые выдало правительство в форме чеков. Потому что делать нечего, они все дома закрыты, деньги получают, а потратить некуда. Куда их потратить? А давайте Тесла купим. А давайте что-нибудь такое купим, чего нету, там прибыли еще никакой нету, это что-то когда-нибудь потом станет прям вот таким вот классным. И давайте это купим за 10 миллиардов, типа различных историй с IPO. Вот где мы находимся с вами сейчас, и где нам приходится принимать решение о том, куда же нам вложить деньги на перспективу следующих одного-двух лет, чтобы заработать там x2, x3. Ребята, вы о чем думаете вообще? Меня просто поражает, да, я там даже немножко сейчас уменьшил активность на канале YouTube, потому что вот эти вот здравые мысли, которые хочется донести людям, они просто тонут в гуще событий, каких-то трейдеров, что-то покупают, что-то продают, вот дайте на 20% пониже мы купим. Какие 20%, ребят? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова